Всем привет, и я принёс Варспира. Сегодня минутка доброты в этой волшебной игре. Как видно, я тут чуть-чуть точусь, а как всё было, спросишь ты, и вот тебе ответ. Занимаюсь я, значит, своими примитивными делами, делаю дейлы и всё такое прочее, думаю о своём. Тут пишет мне человек, спросил что-то про мага, просто поболтали, туда-сюда, и он говорит, мол, видел твои видео, все дела, вот есть подарочек тебе. Я говорю, вау, отлично, ну, ни на что особо я там хоть рассчитывал, конечно же, но мне говорят, иди в порт, я тебе кое-что дам. Ну, я слился по-быстрому возле инста и побежал в порт, ну, оказался там. В общем, как видно из скриншота, человек просто взял и подарил мне такой достаточно дорогой костюм. Это очень неожиданно и приятно, первый раз в жизни мне что-то такое тут дарит. Вот. Всякое было, сундуки, что-то ещё, ну, чтоб так дорого что-то было, но пока что нет. В общем, я спросил, могу ли я продать этот костюм, чтобы поменять его на знаки, так как как раз хотелось поточиться чуть-чуть. Он говорит, да, без проблем, делай что хочешь. Мне на самом деле приятно, возможно, я бы носил этот костюмчик, но у меня персонаж тут женского рода, и уже есть у меня такой вампир, только женский, в общем, дешёвенький. Ну, я думаю, вложу-ка лучше эти деньги в точку, потому что как раз вот так вышло, что мне хотелось поточиться. А денежек всегда жалко, они долго добываются, донатить я не могу. Ну, в общем, ты всё это и сам знаешь. А тут вот так всё совпало. Я быстренько продал этот костюмчик, дешевле, чем он стоит, просто у меня нет времени сейчас целыми днями кричать в чат. Но ничего, хватило на 25 паков знаков, плюс у меня были подарочные, получилось 26 пак и что-то там ещё. И три штучки вроде. Я раздербанил свои запасы дефа, немножко докупил, ну и думаю, сейчас сделал чайочек и давай, значит, точиться. Возможно, если точить просто было этих два браслета, чтобы добить их до 8, всё было бы бодрее, но я люблю точиться вот так, как на видео. Немножко то, немножко то. Таким методом я много чего затачивал, прям с пары пак знаков. Возможно, это удача, возможно, так оно и есть, но сейчас я потратил вот эти 260 с плюсом знаков и всего лишь доточил с плюс 7 до плюс 8 два своих браслетика. Да, немножко, конечно, грустно. Я не знаю, сколько вы там тратите денег, чтобы заточиться на 10, я не завидую вам, конечно. Но, что хочется сказать, я ни капли о не жалею и, надеюсь, не разочаровал того человека, который подарил мне костюм. На скриншоте я замазал ник, возможно, ты не хочешь такой, скажем так, славы, но если ты хочешь, напиши ник в комментариях, и я обязательно его закреплю у себя здесь. Спасибо ещё раз, это действительно было очень приятно и очень даже неожиданно. Обычно мне пишут, мы болтаем, в общем-то, даже с несколькими людьми мы подружились, так сказать, по игре, но чтоб вот так прям, я в шоке. Да, я ни на что не намекаю, ничего не прошу, упаси Иисусик, нет, конечно. Просто хотел поделиться с вами такой вот необычной новостью. Пока я точился, тратил бесцельно эти денежки, вспомнил историю, когда впервые скачал, прям впервые скачал Варспир, у меня ещё был Nokia N70 на симбионе, может, кто помнит, такой же старик, как я. Скачал я, значит, эту неведомую игру и запустил её. В то время это была версия, по-моему, 0.4.4 или что-то типа такого. Там ещё была платная подписка, но был пробный период. До этого в онлайн я, по-моему, даже не играл, потому что у меня долгое время не было компа с нормальным интернетом, а интернет был только на телефоне, по сим-карте, ну, в общем, ты понимаешь. Для понимания всей проблемы я тогда изучал Photoshop и заходил через телефон в интернет с компьютера, отключал везде все видео, гифки и так далее, чтобы сэкономить себе трафик, скачивал статью и потом уже просматривал её оффлайн без интернета. Да, такие были времена. Это сейчас у меня есть гигабитный интернет, и я такой, вау, как всё удобно. Ну да ладно, в общем, зашёл я в эту игру, создал друида, как сейчас помню, и стал потихоньку разбираться. Это было очень как-то интересно. Сейчас это как-то выглядит лампово, что ли, потому что бегаешь, там этим джойстиком тыкаешь, кнопочками. Было всё необычно и прикольно. И, в общем, пробежался я там чуть-чуть. Там было совсем мало навыков, мало локаций. Если я не ошибаюсь, я уже так смутно помню. И, в общем-то, в какой-то локации я просто пробегаю мимо человека, и он мне без лишних слов кидает обмен и даёт какую-то прикольную вещь. Вот, честно, не могу уже вспомнить, что это было, но какая-то вещь, которую нельзя было купить в магазине, если не ошибаюсь. Может, я тогда не разобрался. В общем, я тоже был очень удивлён, поблагодарил человека. Он мне ответил на английском, кстати. Ну, в общем, мне так запомнился этот момент. Не потому, что я люблю всё на халяву, а потому, что так было прикольно просто. Иногда я сам помогаю людям, но чаще всякими дейлами провести какой-то инст, ну, если у меня есть вынос. Ну, а так особо раздаривать кому-то чего-то нет, конечно. Ладненько, просто хотел рассказать эту прикольную новость. Спасибо ещё раз. Всем приятной игры. Ну, и тебе, дружище, конечно же, вдвойне. Всем пока.